Продолжение следует... ...прав человека, потому что уже очень критичная ситуация, даже тем, до кого доходят какие-то отрывочные информации о том, что происходит. Да, верно. В принципе, в начале этого года, 2017, мы фиксируем, что, в принципе, можно говорить о новой волне сворачивания прав и свобод. И, в принципе, два принципиально, скажем так, главных тому подтверждения. Это усиление политических репрессий, то есть это как минимум два новых серьезных уголовных дела по политическим мотивам с полной фабрикацией всех доказательств, но, тем не менее, люди лишены незаконной свободы. И второй, конечно, громкий прецедент и, к сожалению, очень красноречивый по поводу сворачивания прав и свободы, это преследование адвокатов. Это задержание Эмиля Курбидинова, это попытка незаконно допросить Николая Полозова. Ну и вот это, конечно, два таких ключевых момента, которые говорят, что ситуация стала только хуже. Скажите, пожалуйста, вот все эти допросы, задержки адвокатов, с чем вы это связываете? Что, смысл-то какой? Цель какая? Смысл все тот же самый, их, скажем так, несколько задач. Первое, это лишить крымчан защиты. В принципе, крымчане и так во многом лишены стандартных способов защищать себя. Там нет международных организаций, там нет справедливого суда, потому что, козваемые российские суды, считать их справедливыми просто бессмысленно. В-третьих, это опять-таки продолжить политическое преследование. И как раз дело, например, Владимира Балуха четко говорит о том, что Крым украинский, и Россия этого боится. И она готова преследовать даже одного человека и против него настроить всю свою систему. И, конечно, четвертая цель Эмиль Курбидинов и Николай Полозов, помимо того, что это защитники профессиональные, важный момент, что они были людьми и есть людьми, которые очень много стараются уделять внимания и информированию о том, что происходит. Они не только защищают в судах, те, кто следят за их деятельностью, видя, что практически это ежедневные посты в Фейсбуке, это ежедневные видеообращения, где они говорят, что происходит на этих судебных заседаниях. Это важно, потому что такие действия прорывают вот эту информационную блокаду, которую пытается создать Российская Федерация. Более того, Эмиль Курбидинов и Николай Полозов, они активно участвуют в международных мероприятиях. Эмиль ездил и в Турцию, и, например, часто приезжал в Киев, давал пресс-конференции. Что касается Николая Полозова, как раз недавно, накануне его похищения, если можно так говорить, по факту, были мы с ним как раз вместе в Страсбурге, где он тоже говорил о том, что ждет преследование адвокатов, и так оно и сложилось. Поэтому это, опять-таки, устранение не только защитников, это еще и устранение тех людей, которые пытаются бороться с этими мифами России о том, что как все замечательно в Крыму, там незамечательно, там незаконно преследуют людей, сажают и пытают. Марк Фигин был у нас сегодня утром в студии, и он сказал, что он опасается даже, что Россия может сфальсифицировать большой процесс против Меджлиса крымско-татарского. Во-первых, против Меджлиса уже есть этот процесс, есть так называемое дело Меджлиса, Меджлис запрещен. Более того, мы как мониторинговая группа уже фиксировали последствия этого запрета Меджлиса на примере конкретных людей. Один из них тот же миров, которого преследует и так в рамках уголовного дела против него. Но есть решение, например, так называемых местных судов за то, что его оштрафовали за собрание представителей Меджлиса, а реально формулировка была за запрещенную организацию. То есть есть уже реальные последствия этого запрета Меджлиса. Это не только некое решение, это реальные действия на местном уровне, и уже минимум 8 человек были оштрафованы за то, что просто эти люди где-то встретились, возможно, были у кого-то дома или в квартире. Но местный типа суд квалифицировал это как собрание запрещенной в России организации, и людей оштрафовали. Суммы небольшие, но это прецедентно. Более того, если учитывать де-факто действующее там российское законодательство, то несколько административных дел могут потом привести уже к уголовному делу. Это тоже очень важный момент. Например, за мирные собрания. Если есть несколько административных протоколов, то следующее, допустим, решение может быть уже уголовное. Человек могут уже в уголовном порядке преследовать за так называемые мирные собрания. Хотя понятно... Да, все это возможно. То есть, грубо говоря, те же самые дуа, это коллективные молитвы крымских татар, которые часто проходят в связи с разными событиями, уже неоднократно пытались де-факто власти квалифицировать это как типа незаконное, неразрешенное мирное собрание. То есть не исключено, что завтра могут сделать большое дело против какой-то конкретной группы, которые собрались и, допустим, коллективно молились, что является абсолютно нормальным делом. И, в принципе, это относится к религиозным культам, но никак не к мирным собраниям. То есть, знаете, это такая игра и жонглирование нормами российского права. Но жонглирование идет только в одну сторону. Против защиты прав человека, а не для защиты. Вот это самый главный принцип. Ирина, на фоне того, что сейчас Ольга говорит с правами человека, что там происходит, давайте о милитаризации. Все, что знаете, расскажите. Ну, есть несколько аспектов милитаризации. То есть, первое, это усиление группировки вооруженных сил, то есть действия военных. Также к милитаризации можно отнести действия парамилитарных формирований различных, которые сейчас создаются новые и подпитываются те, которые были до оккупации, которые сейчас перешли на сторону России. В том числе и финансами из бюджета. Эти формирования участвуют в незаконных действиях. То есть, если, например, Российской Федерации нужно что-то сделать, что выходит за рамки даже законов Российской Федерации, то очень удобно использовать парамилитарные формирования, чтобы преследовать активистов, например, тех же проукраинских, либо крымско-татарских. То есть, все вот эти незаконные похищения, насильственные исчезновения, в них, так или иначе, в некоторых случаях замешана так называемая самооборона Крыма, которая там имеет несколько подразделений. Но плюс еще к милитаризации относится также милитаризация общественного сознания, когда дети воспитываются вот в этой атмосфере, чтобы они потом становились защитниками России, чтобы они шли в российскую армию служить. И вот эта норма, такие действия запрещены из Женевской конвенции. То есть, есть Женевская конвенция, которая направлена на защиту людей во время вооруженного конфликта. Так как нас, Генассамблея ООН признала Крым уже оккупированной территорией, что это в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, то эта конвенция, так или иначе, на эту территорию теперь действует. Но Россия нарушает эту статью конвенции тем, что она пропагандирует службу в армии Российской Федерации среди населения оккупированного Крыма. Причем это делается довольно масштабно. Там есть целый ряд способов, каким образом они привлекают этих детей. Детей? Да, они пропагандируют среди детей, начиная с дошкольного возраста, вот эту службу в армии. Давайте конкретнее, это же важно. Да, это важно, потому что эта программа пропаганды, вот службы в армии, она прописана в законодательстве России. То есть у них есть специальная госпрограмма о патриотическом воспитании детей. Теперь эту госпрограмму внедряют на территории Крыма. В госпрограмме сказано, что одна из целей госпрограммы это воспитание детей в положительное отношение в детях к службе в рядах вооруженных сил. То есть это четко сказано, закреплено на государственном уровне в России, и под это выделяется огромное количество бюджетных средств. И в Крым теперь эти программы, вот с началом оккупации, начали активно внедряться. То есть Министерство образования, так называемое Крыма, внедряет эту программу полномасштабно. Они создали Крымпатриотцентр такой бюджетный, который получает деньги на то, чтобы пропагандировать вот эту всю военщину в крымских школах, в крымских учебных заведениях. То есть проводятся военно-патриотические игры, разнообразные конкурсы, фестивали, спартакиады. То есть праздники какие-то, где дети учатся ходить в военной форме, учатся ходить в строем. Они собирают оружие. Причем иногда даже есть соревнования по сборке, разборке автомата. Военно-прикладные виды спорта, так называемые. Я даже боюсь спросить, с какого возраста у них там? То есть дети, например, учатся... Вот когда был день ВДВ, то выли выступления показательные этих ВДВшников и привели маленьких дошколят. Есть фотографии прямо на сайте какого-то местного правительства, там какого-то района. Эти дошколята дерутся в этой спецназовской ВДВшной форме. И вот одна девочка так мальчика за волосы так хорошо взяла. То есть это фото показательно выставлено на сайте там какого-то района. Я сейчас уже не помню, Ленинского, по-моему. Как предмет гордости. Как предмет гордости, что вот так мы отметили день ВДВ. То есть вот такие вот моменты, когда они все поодиночке, то это как бы пугает, но не сильно. Но когда ты начинаешь это все вместе собирать, я вот несколько месяцев изучала, что же происходит в этом направлении в Крыму, по открытым источникам. Я собрала огромное количество вот этих фактов, вот этих вот всех мероприятий, так называемых военно-патриотических. Везде на этих мероприятиях либо дети в военной форме, либо эти дети собирают автоматы, либо они собирают эти автоматы... В каком возрасте дети, которые собирают автоматы? Дети собирают автоматы, ну вот и пятый класс, и шестой, и старше. То есть это не только там молодежь, да? То есть не подростки? Нет, есть, например, еще такое очень у них любимое занятие, это какие-нибудь военно-исторические реконструкции и выставки военной техники. Вот они, например, разворачивают на полигоне. В Ангарском было такое фестиваль военно-исторические хроники Крыма. И там выставка военной техники современной. И выставлены эти автоматы, которые там показательно стоит человек в военной форме, разбирает, собирает, чтобы все видели. И ребенку совсем малюсенький ребенок, там, ну, где-то первый, второй класс. И вот он подошел, ему дали потрогать этот автомат. Ребенок абсолютно счастлив. Его можно понять, потому что детям всегда было интересно играть в конюшки. А то, что это они, таким образом, жертвы госпрограммы по заманиванию в будущем и созданию положительного твоего настроения, чтобы служить в российской армии, потом ехать воевать в Сирию или в Чечню, или еще куда-то, да? И героически погибнуть за Россию. Дети этого не понимают. И там не только этот аспект. Помимо того, что Россия, нарушая международное гуманитарное право, таким образом пытается пропагандировать и вообще призывать людей в свою армию. Второй очень страшный момент для нас, как Украины и наших будущих действий по поводу возвращения Крыма, взаимоотношений с этими людьми, одна из таких вот, ну, на мой взгляд, вообще катастрофических вещей. Вся эта программа, которая реализуется в Крыму, вот эта милитаризация во всех сферах, начиная от маленьких детей, и заканчивая там стариками, она связана с тем, что помимо восхваления российской армии, идет страшная подмена понятий, идет культ насилия, идет искажение фактов. Конечно, самое главное искажение фактов, это то, каким образом представляется Украина и украинцы в глазах этих детей. Ужас в том, что на фоне всех этих милитарных игрушек, мероприятий и так далее, формируется не просто негативное отношение к Украине, а реально культ ненависти к украинцам и ко всему, что связано с Украиной, хотя, в принципе, для этих детей это их родина, они родились в Украине, да, после 90-х годов. Но, тем не менее, им пытаются, почему вот так много ресурсов, и Ира права, она анализировала документы, которые можно было там найти, цифры там вообще колоссальные, там просто миллионы и миллионы рублей идут на это все, только на Крым, для того, чтобы промыть мозги именно детям. Почему? Потому что это чистый лист, и ребенка очень легко сформировать, и у него формируется ненависть к Украине, как таковой. То есть они на будущее поколение работают? Да, абсолютно верно. Представляете? Они понимают, что, допустим, старшее поколение, хотя на него тоже, на старшее поколение, вот Ира тоже знает, что довольно много пропагандистских программ есть, которые связаны с этим всем, помимо телевизора. Но ужас, ну, конечно, для нас страшнее всего это дети, потому что, представьте, через 5-7 лет этот ребенок искренне будет думать, что Украина вот такая страшная, что там действительно хунта, что там убивают людей, ну, и все вот эти ужастики, которые мы слышим у Соловьева или каких-то других людей, которые работают на Путина. А второе, это культ насилия. Этот культ насилия продуцируется таким образом, что у детей создается впечатление, в принципе, у взрослого населения, через те же парламентарные формирования, как крымская самооборона, что есть, скажем так, виды преступлений, которые можно простить, на которые можно не обратить внимания. То есть, грубо говоря, если мы задержали украинского активиста, ну, он же сторонник хунты, ай-яй-яй, это можно. То есть его можно избить, его можно ограбить, все что угодно можно с ним делать. То есть это формирование, помимо того, что вообще насилие, это нормально, и насилие это часть нашей жизни. Вот смотрите, вот у нас оружие, вот у нас это, вот тут какие-то бои ВДВшные или еще что-нибудь. А второе, это вот этот избирательный подход, что так, кому-то, кого-то можно избить, кому-то, кого-то можно задержать. То есть крымской самообороне можно. Сколько там памятников поставили? Ну, как минимум два, только вот этим всем крымской самообороне. Членам самообороны, да? Вежливым людям. Да, они же себя представляли как не как армия России, а как самообороны. Вежливые зеленые человечки. Да, и памятник народному ополчению всех времен они поставили, среди которых один из самообороновцев, там изображенный, там было массовое скопление этих самообороновцев, которые выражали свой восторг, и люди, конечно, радовались. Причем легализация вот этих парамилитарных формирований точно так же через Минобразование проводится. То есть проводится открытый урок, Крымская весна. Туда приходят ополченцы, которые, во-первых, показательно собирают автомат. Ну ладно, так и называется. Крымская весна, да? Это целый комплекс мероприятий. То есть они на своем сайте даже школы вывешивают об этом мероприятии информацию, что они показывают детям фильм «Лютый февраль» о событиях на Майдане, где рассказано, что тут фашисты, и все очень ужасно. А потом приходят самообороновцы, которые говорят, мы вас спасли вот от этого ужаса. И это все идет обсуждение с детьми. Дети счастливые, совершенно дарят этим ополченцам цветы. И это проводится централизованно по всем школам каждый год. То есть вот такие мероприятия, они легализуют и оккупацию Крыма, и легализуют парамилитарные формирования. А потом эти формирования на своем сайте вывешивают. Есть такой случай. Они задержали подростка за то, что он был с трезубцем в майке. У ребенка был на майке огромный трезубец, подросток. Они его задержали. И вывезли на своем сайте, что мы задержали экстремиста. И вот мы у него в рюкзачке, то есть они его обыскивали, опять же, с нарушением всех возможных невозможных законов. Нашли в рюкзачке, что крымцы Украина, мама Мэмповерного Крыма, какие-то такие наклеечки, там он что-то нес. Они у него это все отобрали. И его фотографию, они, конечно, залепили ему немножко глаза, но они вывесили на своем сайте как предмет гордости, что мы, самообороновцы, задержали экстремиста, подростка. Хотя они не имеют это право делать, даже по российским действующим законам, любые задержания, обыски, все остальное, может происходить только, если там присутствует сотрудник полиции или каких-то там силовых структур. И дело даже не в этом, что через вот эти всякие памятники, уроки в школах, что они на самом деле делают? Они создают образ, образ, во-первых, безнаказанности и такой всенародной любви к крымской самообороне, ну и всем, кто с этим, казакам в том числе, но кто эти люди на самом деле? Если мы возьмем признаки уголовного преступления, просто любой уголовный кодекс, и России, и Украины, и Европы, то есть четкое описание, что такое бандформирование, или преступная группировка, или организованная преступная группа. Крымская самооборона, казаки, которые сейчас в Крыму, они все попадают под эти признаки, потому что это люди, совершающие на регулярной основе, они имеют свою иерархию, это все говорит о том, что это преступная группа, скажем так, на руках которых в прямом смысле кровь, потому что тот же Решат Аметов первая, в принципе, жертва, и опять-таки не так давно на какой-то международной конференции один из представителей пытался говорить о том, что Крым якобы бескровно захватили, значит там все хорошо, и народ хотел, и референдум был законным. Но нет, есть реальные жертвы, помимо военных, первая жертва гражданская, это Решат Аметов. Так вот, он был похищен как раз-таки представителями Крымской самообороны. Их личности установлены, известно, кто они, но так называемое де-факто следствие в Крыму, крымское, сказало, что нет, они всего лишь свидетели. Эти люди запихивали Решата Аметова в машину, и через несколько дней его найдут тело изувеченным, изуродованным, его пытали. Это было жутко и страшно до сих пор об этом вспоминать. Но тем не менее, никто не сел за это преступление, никого не привлекли к ответственности, так более того, они герои. То есть на них вешают ордена, благодарности с утра до вечера им раздают. И уже три года, и люди не привлечены к ответственности. Это безнаказанность. Значит, завтра можно избить любого другого человека, убить и похитить. А таких случаев, ну минимум, только нами зафиксировано, 9 насильственных исчезновений. Это именно с точки зрения международных стандартов. То есть это те насильственные исчезновения, где людей похитили представители так называемых, то есть их называют агенты власти, имеется в виду российской власти. То есть это либо вот эти как раз-таки крымские самообороновцы и казаки, либо вообще где участвовали ФСБшники там или российские военные. Только мы задокументировали 9 случаев. Некоторые активисты, кто работают в Крыму, поэтому, например, говорят, что этих случаев гораздо больше. И все эти люди на свободе, они гордо приходят. То есть представьте, в школу к ребенку приходит, скорее всего, реальный убийца или реальный человек, который кого-то избивал, причинял насилие. Но на него никто не смотрит, как на убийца. Он герой. Это действительно жутко. Представьте, через 3-7 лет что будет с этими детьми? Как они будут относиться к насилию? Как привлекать к ответственности те, кто там? Что делать дальше с людьми, которые не по своей воле? Это же не они добровольно пошли. К ним пришли насильно, а теперь на этих детей вся эта пропаганда, весь этот ужас обвалился. И именно в школы, потому что это, скажем так, самое главное, что хочет сделать Россия. Как вы говорите, изменить и создать новые поколения. Систему пропаганды в России и сейчас уже и в Крыму создают совершенно другую картину мира. Дети искренне верят, что они их освобождали и спасали от фашистов те же казаки, ополченцы, российские военные. Потому что образ борьбы с фашизмом это еще одна такая форма спекуляции, очень масштабная. Когда сейчас большая часть праздников, вот этих всех милитарных, они посвящены победе Великой Отечественной войне. Причем они называют это Великой Отечественной войной, а не Вторая мировая. И они никогда не говорят, что это союзные войска победили в войне, а что это СССР победил, и это наша победа. Есть у них там прав ноги победы, сирень победы. То есть все связано с победой. И победа в войне всегда отмечается как праздник. То есть они не вспоминают о том, сколько было убито людей в основном. Они радуются тем, что они победили. И победили фашизм. И вот эта спекуляция сейчас, что в Украине фашисты, и вот мы же все победители фашизма, и мы теперь в Украине тоже фашисты, поэтому мы должны тоже их победить. То есть на этом всегда играют. И это очень такая тонкая грань. Детский мозг, он же как бы подвержен этому всему влиянию. И дети искренне верят, что они борются с фашизмом. Они ходят в этой форме военных лет, вот на всех мероприятиях, вот эти маленькие детишки, дошколята. Даже Наталья Поклонская, наш прокурор, она организовала хор маленьких прокуроров. Есть видео совершенно жуткое, где вот эти дошколята, все в военной этой форме, в этих пилоточках, девочки, и они поют песню «Служить России». То есть они вот с младенчества, уже можно сказать, да, воспитываются в том, что они должны служить России, защищать ее от врагов, защищать от фашизма. То есть они должны защищать свою страну от врагов. И вот они этому учатся, учатся, учатся. И вот когда даже дойдет дело до возвращения Крыма, да, реального, то как мы будем возвращать этих детей, которые считают, что мы фашисты, которых нужно убивать. И подмена с этой победой еще страшна в том, особенно учитывая, что у нас происходит в нашей стране, да, реальная война, и каждый день у нас на Востоке гибнут люди, то, о чем говорит Ира про эту победу, идет жуткая подмена понятий, что война — это праздник, это радостно, туда надо бежать, и туда надо стремиться. Война — это страшно, это смерть и разбитые семьи, горе и слезы. Об этом не говорится. И поэтому, конечно, жуткое искажение того, что происходит на Донбассе. Ну, помимо того, что, конечно, на крымских каналах говорят только о том, что это, естественно, Украина сама же всех убивает, и вообще России там нету. Но второй момент — это вот это в целом создание радости от войны. И неважно, это будет завтра война на Донбассе, или нас отправят в Сирию, или нас отправят там куда-нибудь еще, куда там Путин захочет, или его там... или Кремль в целом, да. То есть люди будут радоваться, нас забирают на войну, и они радуются. И это вот дети, которые живут с ощущением, что война — это не страшно, что война — это вот как... это какой-то праздник, это какая-то победа над мнимым врагом, естественно. Враг — это тот, на кого укажет Кремль, и неважно вообще, связан ты с чем-то плохим или нет. Как мы видим, все политические дела, которые сейчас в Крыму, там, естественно, врагов нету. Там абсолютно нормальные, семейные люди, которые ничего плохого в жизни не сделали, но не сидят. Кто-то сидит два года, Чайгос Ахтем сидит уже, по-моему, больше двух лет. Да, кто-то сидит два месяца, все они сидят в жутких условиях, их избивают, над ними издеваются. Но Кремль сказал, что это враги, и, естественно, все в Крыму будут думать, что это враги. А на суде по делу Ахтема Чайгоса свидетельствуют ополченцы и казаки. В качестве свидетелей обвинения, что они, когда был этот митинг, 26 февраля, они же там участвовали в этих драках, провоцировали их. Теперь они, как свидетели, герои, защитники Крыма, указывают перстом на неугодных и говорят, что они должны сидеть, потому что это они во всем виноват. То есть вот этот момент, еще один страшный момент, на мой взгляд, это объединение вот этой милитаризации с православной верой. То есть священники морсковского патриархата тоже участвуют в милитаризации. Каким способом? Они проводят православно-военно-патриотические исторические лагеря. То есть вот дети приезжают, они молятся, и они же там и собирают оружие, и участвуют в этих играх военно-патриотических летом. Отдыхают таким образом. Пока собираешь автомат, еще и помолился. Я нашла даже упоминание, на сайте епархии это все вывешиваются, эти дети в камуфляже, которые там бегали, соревновались, стреляли, значит, все это делали. И есть даже лагерь православных следопытов-разведчиков. Боже мой. Я не шучу, это все серьезно. Есть это все открытые, мы скоро их будем обнародовать, публиковать. Открытая совершенно информация. Лагерь православных следопытов-разведчиков. Еще совершенно потрясающее, в кавычках, я нашла недавно информацию на сайте Крымской епархии. Я нашла фотографию ребенка с гранатометом. Вот маленького. Но маленького это сколько? 18 лет? Нет, глаз в пятый, шестой. Ну, то есть он такой невзрослый ребенок. Моя дочь уже выше в 12 лет, он поменьше. У него гранатомет, он совершенно счастлив с этим гранатометом. Настоящий, что ли, гранатомет? Муляж? Может быть, муляж. Но я читаю сообщение, что было, значит, у них есть святой воин Федор Ушаков, они его канонизировали в 2001 году флотоводца, и теперь они ему молятся. Мощи там его есть. И вот в связи с чествованием нерождения Федора Ушакова они детям сделали нравственно-патриотическое воспитание, повезли их в воинскую часть. Святой отец Матховского прахета с крестом, дети все в военной форме почему-то. И они, значит, в территории воинской части фотографируются с этим святым отцом на пушке какой-то, и ребенок совершенно счастлив с гранатометом. Сайт крымской епархии. То есть как это можно назвать? Я не знаю, где здесь религия, где здесь пропаганда, как это все... То есть у меня, например, лично мое мнение, что Московский патриархат плавно превращается в пропагандистский отдел Министерства обороны Российской Федерации вот после таких действий. Понимаете? Вот Ольга говорила, что еще и на старшее поколение есть особые мероприятия, кроме этого. Да, конечно. То есть все вот эти военные реконструкции, которые проводятся там несколько раз в году, масштабные военные реконструкции. Есть и Курос военцентр, Российское военно-патриотическое историческое общество, которое тоже огромные деньги из бюджета получает на проведение таких фестивалей. То есть все, например, делают масштабную реконструкцию взятия обороны Севастополя. То есть все одеваются в военную форму, берется военная техника, оружие, какие-то взрывы. Все участвуют в этом бою. Дети, конечно же, приходят с родителями смотреть, сами реконструкторы наряжаются. И вот когда был на Федюхиных высотах проводится такой фестиваль, реконструкция была первой Крымской войны 1853 года, потом была реконструкция обороны Севастополя, была реконструкция афганской войны. То есть они реконструируют вот эти все действия. Потом снимали масштабное кино про Крым, про период оккупации Крыма, снимали масштабное кино. Вот недавно, в 16-м году. Привезли военную технику, самолеты, вертолеты, все это летало, ездило, танки, БТР по городу, потому что шли огромные съемки момента оккупации Крыма. И на фоне этой оккупации разворачивалась любовь двух героев. И это все шикарно снималось, все фотографировали. И вот эти все учения бесконечные, выставки военной техники, они направлены на то, чтобы все видели, какая Россия мощная, прекрасная страна, которую нужно обязательно защищать. И призыв в армию, который напрямую запрещен в Женевской конвенции, он не только проводится централизованно обязательная служба, но есть еще такие рекламно-пропагандистские акции, как привлечение на контрактную службу. То есть они завозят, они вообще не стесняются, ракетно-зенетная установка, С-300, огромная, с вот этими пушками, чуть ли не до неба, приходит Святой Отец, сначала ее освещает. Есть фото, видео, прекрасное. И разворачивается пункт приема в... Под пушкой? Да. Или рядом с отцом? Нет, на набережной, вот этот отец все осветил, развернули пушки, грады, панцирь установки, то есть огромное количество на набережной в Керчи выставили и развернули пункт приема на контрактную службу. То есть приходят дети, играют военные с ними на этом танке, там рассказывают им, молодежь смотрит, ой, как классно такая пушка, тут Святой Отец же осветил это все. Давайте мы запишемся в контрактную армию, поедем в Сирию воевать, и там прекрасно все умрем. Вот такая вот перспектива наши дети теперь в Крыму. Послушайте, вот когда вы все это рассказываете, то по-настоящему было бы смешно, если бы не было так страшно. Да, в том-то и дело. Просто это какой-то театр абсурда. Театр абсурда. Вот тогда справедливый вопрос. Вот они же, смотрите, как тараканы из всех щелей, и у них настолько это массировано, настолько проработано, то как этому сопротивляться? Кстати, можно как-то бороться? Или это безнадежно, просто уже можно руки опускать? Ну, конечно. Не руки опускать, понятно, но я не понимаю. Тут надо понимать, да, у нас есть разные уровни, да, влияние. Это все зависит, в том числе, от наших возможностей и ресурсов. Понятно, что мы, как гражданское общество, у нас одни методы. У Украины, как государства, есть другие ресурсы. У международного сообщества есть третьи ресурсы. Понятное дело, что пока есть деньги, Россия будет их вкачивать. Она будет их вкачивать в войну, она будет их вкачивать в людей, в пропаганду. То есть все равно многое упирается в деньги. Поэтому один из путей, который давно уже обсуждается, и он не секрет, это создать условия, когда у России закончатся эти деньги. Ну, все об этом мечтают. Санкции тут. Конечно, да. Это пакет санкций. Вот я смотрю, что Ирина улыбается. Ну, это один из путей. Это то, что мы говорим. А можно вот Ирина сейчас сразу отреагирует? Ну, что санкции, это все прекрасно, просто их нужно каждый раз усиливать. А вот в последнее время появилось сообщение, что санкции потихоньку начинают снимать, и это очень пугает, опять же. Поэтому мы считаем, что показав вот эту милитаризацию, да, на международном уровне, к чему мы стремимся, ну, мы же делаем этот доклад не только для себя, в первую очередь, для внешнего мира, чтобы люди поняли, в чем узор, что санкции, это не только то, что связано с Украиной и Россией. То есть эти санкции ограничивают хоть как-то агрессора. Этот агрессор сегодня направил пушки на нас, на Украину, на мой дом в Крыму, но завтра, имея все эти ресурсы, когда его никто не остановил, когда с ним никто ничего не сделал, он направит эти пушки куда угодно, да, и методы, вот то, о чем говорит... И адреса ему известна. Конечно, и то, о чем говорит Ира, она же говорит о конкретных методах, и часто эти методы, это не прямая пушка, это нереально ракету у вас запустят. У вас появится Russia Today, потом у вас появятся ночные волки с прокатом по вашей улице, и так далее, и так далее. А куда же без симпатичных, интеллигентных, зеленых человечков? Кстати, недавно как раз в Ялте, по-моему, в университет приходили ночные волки, да, это байк-клуб, который на самом деле и что-то там среди студентов рассказывал, как раз мой университет, где я раньше работала, и это жутко. А зеленые человечки, теперь они герои, да, у зеленых человечков есть памятники, у зеленых человечков есть теперь те, которые были российскими военными на самом деле, да, и скрывали это. Они сейчас либо их командировали, они работают сейчас в Крыму и получают нормальные зарплаты. Кстати, это тоже один из элементов милитаризации. На самом деле, самые реальные, стабильные, высокие зарплаты в силовых структурах. И многие мужчины, они честно признаются, нам понятно, что большая часть нашей команды это крымчане. И, конечно, у нас есть связи с Крымом, мы общаемся. И некоторые признаются, иногда бывает, там, знаешь, что твой знакомый вдруг ушел в армию или в полицию. Как же так? А он говорит, а я там пытался поработать, здесь пытался. Малый бизнес свернули, социалку свернули, это свернули, в принципе, вот 50-60 тысяч рублей я могу зарабатывать в полиции или в пограничниках. Это сколько на вскидку в гривнах? Ну, это прилично, это где-то чуть меньше тысячи долларов, наверное, будет. Но, тем не менее, для Крыма это сейчас деньги. Да, конечно. Это деньги, в принципе. Да, для Украины это тоже очень. Конечно. И это не просто так сделано. Это не просто так. Если вообще посмотреть предыдущие бюджеты Российской Федерации еще до оккупации Крыма, поскольку мы вот какое-то время работали по Кавказу, до того, как случилось это все, то мы обращали внимание на финансирование. Колоссальные бюджетные деньги стали как раз-таки внедряться в повышение зарплат. Например, ОМОН получал какие-то серьезные. ФСБшники это вообще какие-то просто астрономические суммы и так далее. Это не просто так. Это тоже часть милитаризации. Это тоже вовлечение людей в вот эти силовые структуры. Понимаете, чем меньше у вас людей самостоятельных, например, что такое малый бизнес? Это самостоятельная единица. Это человек, который имеет свой какой-то доход. Пусть небольшой, не знаю, 5 тысяч гривен, 10 тысяч гривен, но это мои деньги. Я их сам зарабатываю и я сам мыслю. Но когда я работаю в системе, в силовой, в ФСБ, я не мыслю, мыслят за меня. И я принимаю решение только исходя из той информации, которую мне дают. У меня нет альтернатив. Почему Россия уничтожает малый бизнес? Почему в основном только монополии? И почему опасно, чтобы Украина не допустила таких ошибок? Малый бизнес это свободные люди, это свободомыслящие люди. Ты не сможешь их собрать в толпу и сказать, о, вот наш враг, побежали. А когда у тебя все ФСБшники или все военные, ты можешь сказать, ты выспускаешь просто один приказ и они все побежали туда, куда ты покажешь. И Россия уничтожает в Крыму малый бизнес. И это тоже важная проблема. Они мало говорят, потому что это не всегда связано с правами человека, но это тоже как бы трагедия в плане того, что уничтожаются вот эти люди, которые могут свободно мыслить и принимать какие-то решения. Ирина? Парамилитарное формирование задействовано в уничтожении малого бизнеса. То есть прекрасно количество фактов, всяческой национализации собственности. То есть они национализировали ту собственность, чьи действия им не угодны. Это были не только крупные предприниматели украинские, как Коломойские, но они у местных могли какое-то кафе забрать, потому что просто не понравился им этот предприниматель. Потом у нас был же случай, писали тоже в прессе, что человек с собой покончил из-за того, что у него отобрали кафе. Просто вот точно так же по беспределу пришли эти самообороновщики в непонятном камуфляже, снесли забор, они говорят, мы чистим береговую линию. Приходят и чистят береговую линию от всего, что им не нравится. Все, что им нравится, продолжает функционировать. То есть вот этот избирательный пункт... Но уже в их собственности. Да, и уничтожение всего живого. А по поводу пропаганды силовых структур, там тоже есть совершенно потрясающие примеры. ФСБ в Джанкойском районе создало клубы «Друг пограничника». То есть пограничники же все ФСБшники, и они этих детей тоже водят, спартакиады проводят, водят к себе пункты пропуска и учат быть ФСБшниками с детства. А еще был «Дед Мороз полицейский». Такая прекрасная акция на Новый год. Полицейские одевались в Дед Морозы и ходили с детьми Но может это все-таки шутка? Нет, фото, есть видео. Это была акция сопланированная. Полицейские одевались в Дедушек Морозов и ходили с детьми дружить. Они таким образом привлекают, опять же, лояльность повышают к себе и к армии. То есть если бы это было в своей стране, да, там полицейские повышали лояльность, но так как это страна-агрессор-оккупант и на оккупированной территории так себя ведет, то это совсем в другом свете уже возникает. И, конечно же, мы хотим вот этим обзором, который мы скоро опубликуем, хотим привлечь внимание на международном, в первую очередь, уровне, чтобы усилить санкции, а не снимать их. Потому что чем больше нарушений, тем больше нужно о них говорить, чтобы было больше давления на оккупанта, который нарушает все, что можно и нельзя. Когда выйдет этот отчет, на каких языках выйдет, и в Украине тоже хорошо бы его представить, потому что Украина тоже очень мало знает об этом. Да, и это важно не только для украинской власти, и для нас, обычных граждан, чтобы мы понимали, что там происходит, что даже некоторые посты, которые вы читаете в социальных сетях от крымчан, нужно понимать, что некоторые из них, к сожалению, не имеют альтернативной информации, они пишут тот ужас, который им вливают в уши. Что касается сроков, мы планируем закончить его в марте, ну и как раз совпадает с очередной годовщиной оккупации, страшный уже третий год. Для нас это же не просто какие-то года, для нас эти года за пределами дома, без наших семей, поэтому, конечно, тяжело все это. Ты понимаешь, что помимо того, что ты пишешь, вот и я, и Ира, мы же понимаем, что там наши родственники, наши друзья, и вот ты, естественно, иначе это все еще и пропускаешь через тебя. Вот действительно, мне искренне страшно, потому что я просто боюсь, что там происходит. И мне мои родственники говорят, Оля, хорошо, что тебя нет в Ялте. Я говорю, почему? Лучше тебе не видеть, что стало с твоим городом. Я очень люблю Ялту, ну, сложно Ялту не любить, но они говорят, это другой город. И хорошо, что ты не видишь этого, тебе будет больно. То есть те, кто вот остались людьми, они говорят, что тебе будет больно, лучше этого не видеть. Мы планируем выпустить в марте, это будет, конечно, на нескольких языках, однозначно, это русский, это украинский. Русский, почему? Потому что нам важно с русскоязычной аудиторией работать. Украинский для нашего украинского читателя, английский. И также, по-разному реагируют. И очень важно, чтобы они тоже понимали, выносили объективные решения. Тем более, эти страны принимают участие в переговорах по Донбассу, например. По Крыму, в принципе, сейчас нет площадки переговорной, что тоже, кстати, большой минус, потому что получается, что, конечно, Донбасс одна из страшных проблем, которые сегодня у нас в стране, но по ней есть хоть какой-то формат международный, где можно это обсуждать. По Крыму нет вообще никакого формата, где можно обсуждать вопросы Крыма. То есть Россия сказала, мы вообще не собираемся обсуждать Крым наш. И все, до свидания. Но, в принципе, и Украина не особо настояла и не нашла каких-то форматов и хотя бы не предложила этих каких-то реальных форматов громко и так, чтобы эти форматы состоялись. Мы очень надеемся, что все-таки какие-то переговоры будут идти. И, возможно, вот такие доклады, которые покажут, что это угроза не только для тех, кто там находится в Крыму, что это угроза для всех нормальных демократических стран. Поэтому, да, мы публикуем его на нескольких языках и также надеемся, что сможем провести и мероприятия. Очень надеемся на поддержку МИДа или депутатов, которые, например, представляют Украину в Страсбурге, а также на наших дипломатов, чтобы они тоже обратили на это внимание. Это будет в свободном доступе. Мы будем рады, если они будут использовать, потому что, в отличие от многих там других текстов, которые часто публицистические, и это хорошо, что тоже есть такие тексты, наши тексты отличаются тем, что все-таки мы стараемся работать как мониторинговая группа и по правозащитной все-таки теме. Поэтому, конечно, стандарты. То есть Ира не просто, допустим, собирает информацию, она на каждое событие ищет по 3-5 источников с разных ракурсов. То есть вот проехал танк, например, она ищет, а кто-то еще писал про этот танк, а точно ли этот танк, а точно ли он там был. То есть даже не все, что, допустим, Ира смогла собрать и другие наши коллеги мы сможем опубликовать. Хотя, скорее всего, это тоже правда, но мы, допустим, не нашли достаточных подтверждений. Поэтому что-то может не войти. Но, конечно, то, что войдет только источников, которые точно этот факт подтверждают. Поэтому в этом еще будет ценность этого доклада, что действительно на него можно опираться как реальный источник, а не просто чьи-то домыслы или чьи-то там просто убеждения. Поэтому мы думаем, что это будет важным таким аргументом в дальнейшей дипломатии Украины по вопросу не только санкций, но по вопросу того, что России там не должно быть в Крыму. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. И мы приглашаем вас, когда уже готов доклад, пожалуйста, будем рады видеть, если вам поможет. Мы с удовольствием предоставим вам площадку для представления, может быть, какую-то дискуссию мы можем помочь вам организовать. Спасибо вам большое. Спасибо, что приходите к нам. Спасибо, что информируете. Для нас, для украинцев это на самом деле очень важно, потому что там наши люди, наши граждане. Я хочу напомнить, что Ольга Скрипник и Ирина Седова, представители Крымской правозащитной группы были сегодня у нас в властях. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...